Александр Александрович, здравствуйте. Народный фронт. Скажите, пожалуйста, сейчас очень мало информации, а люди очень много нам задают вопросов. Их интересует, вообще произошло объединение войск, полевых командиров, о которых так много говорят, но почему-то еще нет никакой информации. Да, в Луганской Народной Республике уже процесс объединения и совместных действий под гидой Министерство обороны Луганской Народной Республики уже практически завершился. Сейчас войска Луганской Народной Республики переформируются в более крупные соединения для улучшения и укрепления обороноспособности нашего молодого государства. Поэтому этот процесс идет и совершенствуется. Люди обучаются, переформатируются для более удобного управления войсками, для более, скажем так, слаженного действия. Есть в случае нападения, отражения атаки войск-хунты. Александр Александрович, вот вопрос еще такого характера по поводу оккупированных или, скажем, неосвобожденных еще нами территорий. Люди оттуда вот звонят, беспокоятся, спрашивают, вы что нас забыли? Ваше мнение. Ну, дело в том, что именно хочу уточнить, что территории Луганской Народной Республики, которые находятся под гнетом карательных войск украинских хунтов, они действительно являются оккупированными территориями. Значит, никто о этих людях не забыл. Вот. Мы о них помним. Мы их освободим. Это одно из непременных условий, которое, как бы, это мое мнение, мнение людей, которые меня окружают, это мнение всех рядовых людей Луганщины и простых гражданских, и военных, как бы, люди. Мы о них помним. Естественно, мы освободим их, мы от этого гнета, мы выбьем врага с оккупированных территорий. Однозначно. Александр Александрович, мы понимаем, что вы занятой человек. Еще пару вопросов по ситуации сейчас на передовых и по ситуации вот в городе и прилегающих пригородных районах. Значит, я понял. Ситуация на фронтах стабильно тяжелая. Пользуясь режимом прекращения огня, украинские власти перебрасывают дополнительные части в прифронтовую зону. Значит, игнорируя соглашения, меморандумы, подписанные в Минске, они подтягивают тяжелую технику, в том числе и системы залпового огня. Вот. В общем, тяжелую технику танки, артиллерийские системы. Значит, и увеличивают численный состав своих вооруженных сил. Именно в прифронтовой полосе, как говорится, на линии соприкосновения. Вот. Они абсолютно игнорируют эти договоренности. ОБСЕ, ну не знаю, возможно, выборочно не видит вот этой концентрации войск. Мы готовимся к отражению наступления украинских войск. Это однозначно разведданные поступают. Мы знаем, что хунта нанесет удар все-таки. И что касается вот ситуации в городе Луганске и в ближайших городах, именно, ну мы владеем информацией, что вы несете еще и патрулирование городов. Значит, наше подразделение взяло на себя еще и функции правоохранительных органов, потому что люди возвращаются из-за границы. Они думают о том, что вернулась мирная жизнь. Мы должны их, хотя бы эту хрупкую мечту, сберечь. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы навести порядок в городе. По крайней мере, Жертнево район города Луганска находится под полным контролем патрулей группы быстрого реагирования. Мы, люди к нам постоянно обращаются. Вот. Система МВД, к сожалению, еще не заработала на полную силу. Я знаю, что прилагается то же самое, очень много действий для того, чтобы система милиции или полиции, как она будет называться, заработала. Но пока еще людям, которые этим занимаются, очень тяжело. И мы добровольно взяли на себя бремя несения охраны общественного порядка. Помогаем людям, пресекаем правонарушения, задерживаем преступников, Раскрываем особый отдел и комендантский взвод. Группа быстрого реагирования очень успешно работает, смею вас завеять. У них же есть несколько раскрытых уголовных преступлений. Правонарушения в округе снизились, в том числе и пьянство. Такое оголтелое, которое было при украинских властях, когда народ спаивали просто. Александр Александрович, последний вопрос. Скажите, мы победим? Обязательно. Это даже не обсуждается. Все, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.